Профессионалы и ценители своего ремесла в Неницком округе наградили победителей регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2016». За победу в пяти номинациях состязали 17 педагогов из городских школ, школ поселков Красный, Нельмин-Нос, села Тельвиска, деревни Антик, а также социально-гуманитарного колледжа. Валентина Чибичек узнала имена лучших из лучших. Такими бурными овациями зал приветствует Надежду Панову. Преподаватель социально-гуманитарного колледжа стала победителем регионального конкурса «Профессионал года». В этом году номинация «Преподаватель» введена впервые. Теперь по праву можно сказать, конкурс объединяет всех работников сферы образования – преподавателей, учителей, воспитателей, начинающих педагогов, учителей родного языка. Последняя номинация, по мнению Степана Бобрецова, федерального инспектора по Ненецкому округу, особенно важна. В регионе проживает коренное население, которое не должно забывать родной язык. По мнению жюри, методика преподавания ненецкого языка Людмилы Соболевой из Нельмин-Носа отвечает современным требованиям образования. «Эффективная, конечно же, наглядность. Наглядность, чтобы дети знали. Не просто так, что вот он чум, он так-то состоит. Нет. Должны быть вот эти все наглядные материалы. У меня в кабинете есть макет чума, у меня есть макеты кукол в национальных одеждах. И я им вот именно на этих примерах все показываю». Помимо теоретических знаний, каждый педагог дает детям знания жизненные. На церемонии награждения Игорь Кошин отметил, педагоги берут на себя всю ответственность за подрастающее поколение, а значит, могут влиять на будущее округа. «Я обращаюсь ко всем вам, прошу вас, рассказывайте больше об округе. Рассказывайте про экономику, рассказывайте про востребованные специальности. С тем, чтобы наши детки получали необходимое и нужное образование. И с тем, чтобы могли не просто найти себя в жизни, а достичь определенных успехов. Создавать семьи, расти детей, иметь на все это все необходимые возможности». Определиться с профессией до выхода из стен школы очень полезно, считает Анастасия Торопова. Молодой специалист еще в школе знала. Ей по душе творчество. Окончила педагогический факультет в САФУ и вернулась в родной регион. Почти сразу нашла работу по своей специальности – учитель технологии. Два года работы в школе показали – выбор сделан правильно. «В первую очередь нужно идти осознанно к этому, прийти. Когда поступаешь ты в университет, ты уже знаешь, что точно пойдешь ли ты на эту специальность. И уже после окончания вуза, конечно же, лучше вообще идти в школу как педагог, как учитель. Идти – это нужно осознанно. То есть, если ты уже целенаправленно думаешь, что ты будешь и сможешь справиться, то, конечно же, да». В номинации «Учитель года» свой опыт представили четыре педагога. Наивысшую оценку жюри получил открытый урок Ирины Воробьевой – учителя математики школы номер 5. Воспитателем года признана Ольга Князева – музыкальный руководитель детского сада «Солнышко». Обе победительницы представят Ненецкий округ на всероссийском уровне. Федеральный этап профессионального конкурса пройдет осенью 2016 года.